В гарнизонном кладбище прошел субботник. В рамках подготовки к празднованию 65-летия Дня Победы в порядок приводятся места захоронений советских солдат и мирных жителей. Активное участие в этом принимают общественные организации 9 мая ЛВ и нам по пути. В эти выходные здесь собрались десятки энтузиастов. Рассказывает Татьяна Коваленко. С наступлением весны десант добровольцев неизменно высаживается в Саласпилсе. Расчистка территории старого и еще старских времен гарнизонного кладбища, о котором местные власти никогда сами не заботились, дело рук нескольких десятков энтузиастов. Эта группа людей – настоящий пример преемственности поколений. На субботники в Саласпилс приезжают и стар, и млад. Второй год подряд к ним присоединяются молодежь из «Нам по пути» и общественники из 9 мая ЛВ. Мы считаем, что память о событиях тех лет, не может быть только память о победе, память о хорошем, должна быть память о тех, кто погиб, кто был замучен в Саласпилс в частности. Поэтому мы с огромной ответственностью, с огромным удовольствием принимаем участие в этих мероприятиях. Клич собраться на субботник на гарнизонном кладбище бросил рижский историк Игорь Гусев. Это место давно стало объектом его исследований. Здесь нацисты хоронили расстрелянных и замученных узников концлагеря. Однако до недавнего времени об этих захоронениях никто не знал. О безымянных жертвах Саласпилса написана книга и снят фильм. Но Саласпилс до сих пор подбрасывает поисковикам все новые и новые факты и свидетельства. Стоит только отойти вглубь леса. Находки последнего времени удалось обнаружить благодаря полученным из российского госархива схемам захоронений узников лагеря. По схеме мы определили где находятся и где-то на поверхности даже были фрагменты костей. Здесь таких мест, семь мест только больших, а могил много. В нескольких ста метрах от этих массовых захоронений находится еще более страшное место территории, где нацисты сжигали тела узников. Периметр территории бывшего царского полигона, говорят поисковики, хорошо виден даже на снимках околоземных спутников. По свидетельствам комиссии, занимавшейся в конце войны расследованием преступлений нацистов Саласпилсе, на месте сожжения оставался слой пепла толщиной в один метр. А теперь удивительное дело, среди сосняка здесь растут березы. У всех этих людей, кто считает своим долгом заботиться о местах захоронений советских воинов и узников в жертвах концлагерей, есть мечта. Придать старому гарнизонному кладбищу в Саласпилсе более высокий статус. И то, что в день памяти узников в концлагерей сюда счел необходимым прийти посол России и представители еще ряда других посольств, первый шаг к этому. Это уже большое дело, потому что фактически это придаст этому месту более высокий статус. И если мы хотя бы для начала приучим людей к мысли о том, что Саласпилский мемориал это не только то, что находится там, где статуи, где метроном стучит, но и здесь, где лежат останки узников Саласпилса, это уже будет великое дело. Следующей датой проведения субботников в местах захоронений и на братских кладбищах станет 17 апреля. Эта одновременная акция будет проходить сразу в нескольких местах. Ее организаторы, общество 9 мая ЛВ и молодежное движение «Нам по пути» приглашают всех, кому дорога память о погибших в годы войны, присоединиться к инициаторам в следующую субботу. О своем участии в субботнике заявил мэр Риги Нил Ушаков. А тем временем продолжается сбор средств ветеранам. Позвонив по телефону 9-00-67-80, вы пожертвуете один лад, который будет использован для подарков ко Дню Победы. Деньги также можно перевести на счет, указанный на сайте организации. Татьяна Коваленко, Владимир Родионов, Первый Балтийский канал.